Привет! Мы попали на съемки сиквела Майора Грома. Нам удалось многое увидеть, многое разузнать о сюжете и даже немножко запечатлеть съемочный процесс. А еще мы взяли интервью. Не только у главных актеров и создателей, а также у гримера и постановщика трюков. Пора и вам запастись вкусняшками, ибо я начинаю рассказ. Вы на канале Киноафиши.Инфо. Меня зовут Коля Янчук. Поехали! Прямой сиквел фильма Майор Гром Чумной Доктор называется Майор Гром Игра и основан на одноименном комиксе. У меня такой имеется, он прочитан и лично мне крайне понравился. Но как и в случае Чумного Доктора, просто покадрово экранизировать комикс никто не собирается. Нам покажут нового злодея, которого никто не видел на страницах комиксов. Да и события будут происходить иначе. Вот сейчас переходим к реально интересным деталям о фильме. Сцена, которую снимали в этот день, представляла собой соревнование двух команд полицейских. Одна из них за модернизацию состава роботами и технологиями. А вторая, которую возглавлял Игорь Гром, против нее. Она привержена работе по старинке, своими руками, головой и смекалкой. В сцене задействовали не только знакомых нам героев, но и персонажей, которых мы видим в первый раз. Это генерал-лейтенант Архипова, оружейник Вандерхольд и его охранник Отто. О самих героях пока мало что известно. Но в этой сцене именно Вандерхольд демонстрирует технологии управлению полицией Санкт-Петербурга. Играет харизматичного техногения Матвей Лыков. И, судя по всему, он скрывает много секретов. Как минимум, у Вандерхольда был замечен экзоскелет, помогающий ему двигаться после несчастного случая, который произошел с персонажем в детстве. И мы наверняка еще увидим его в действии. Вместе с Вандерхольдом наблюдала за соревнованием Мария Архипова. Голубоглазая блондинка, в которой практически невозможно узнать Ольгу Сутулову. Она играет генерал-лейтенанта полиции, и именно она продвигает реформу среди правозащитников Питера. Засветился в сцене и Алексей Маклаков, вновь играющий майора Прокопенко. Как и следовало ожидать, он на стороне грома и старых проверенных методов поимки негодяев. Еще один новый персонаж — это Отто Шрайбер в исполнении Андрея Трушина. По словам создателей, Отто сыграет большую роль во вселенной кинокомикса и не будет просто очередным вышибалой. Несмотря на суровый внешний вид, это интеллигентный персонаж. Во время сцены все они стояли на балконе и наблюдали за тем, как команды проходят испытания. По факту, актерам приходилось представлять происходящее в голове. По словам Ольги Сутуловой, именно это и является актерским профессионализмом. Поскольку иногда приходится играть не то что в декорации, а просто в окружении зеленых экранов. А эмоции надо выдавать настоящие. Ну конечно сложнее, но вообще на хромаке или в таких сценах сложнее сниматься, чем когда перед тобой действительно что-то выключается, включается, взрывается и бегает. Но в этом и состоит профессия. Не талант, а профессия. Благо на площадке всей группой руководил режиссер Олег Трофим. Вы знаете, слаженность и умение все это, то что происходит на площадке, держать под контролем. Потому что это очень большая ответственность, очень большое количество департаментов, которые работают параллельно. Все это должно сложиться. Теперь самое интересное. Давайте посмотрим, что нам рассказали на интервью. Сначала мы поговорили с Тихоном Жизневским и Александром Сетейкиным. Выяснили, какой был самый сложный трюк у Александра, а также настоящий ли у героев усы и прически. И многое другое. Как изменились персонажи. Да, вот у персонажа Сашина появились усы. Вот такая арка любопытная. Поменять немножко имидж, потому что к нему относятся как к стажеру до сих пор. Хотя такого не должно быть. И поэтому его это цепляет. И он старается, как нам казаться, быть взрослее. И события, которые происходят в этом фильме, кидают его в разные стороны. Он испытывает эмоциональный маятник. И это как раз таки и есть рычаг для его взросления и мотивации. Мой персонаж, пройдя уже в первой части «Огонь и воду», по сути, проходит уже третью стадию. Это «Медные трубы», «Проверку славой». Он вместе со мной тоже и актерски развивается. То так же, потому что если в первой части, конечно, мой персонаж, как мне пыталось, был немножечко табуреточный. Ну, такой, какой-то примитивный. То есть здесь у него появляется очень много разнообразных красок. Он более объемный, мне кажется. Он более интересный, человечный. Ну, да. Самый сложный трюк. Я стрелял из дробовика, но там не было выстрела, там был холостой. Но ты трюкаешь. О, да. Первые съемочные дни в Крестах, когда мы как бы много всего делали сами. Было страшно, было опасно. На первом проекте мы репетировали, там один раз встречались, просто обсуждали на словах, а потом, грубо говоря, до съемки за два часа разводили сцену. То есть здесь мы по восемь раз встречаемся в тренировочном сале, разводим раки, трюки. То есть подготовка гораздо серьезнее. Да, в первой части мы были более безбашенные, и травм было больше. Да, сейчас как-то даже пахать. Руку я сегодня сорвал, уже побил, уже что-то где-то там, коцнулся. Ну, по своей линии. Парик или настоящие волосы? Конечно, это парик. Ну, потому что люди видят меня, я же не Гарри Поттер, люди видят меня в театре с длинными волосами, сейчас я сижу. Но, тем не менее, у нас такой потрясающий художник Игорь Бойко, который может, ну, просто делать чудо. Реальные ли усы у Александра Сетейкина? Вы знаете, изначально было запланировано отрастить. Я растил два месяца. А потом была нестыковка в графике. Сегодня снимаем последнюю сцену, завтра первую сцену. Поэтому пришлось наклеить. Далее мы поговорили с продюсерами и сценаристами. С Артемом Габреляновым, Михаилом Китаевым и Романом Катковым, которые немного рассказали о будущем франшизе и о масштабах данного фильма. Почему Майор Гром Игра? Нам есть чем вас удивить и почему Игра? Это действительно большая, яркая, кульминационная вообще в серии история, которой мы, как создатели, вдохновились, но при этом подошли суперсмело к адаптации. Мы будем удивлять, но при этом вы найдете те элементы, которые полюбили в оригинале, и они отразятся фильмами очень... с интересной стороны, скажем так. Как изменился масштаб проекта по сравнению с первой частью? Мы сделали гигантский, на наш взгляд, профессиональный шаг вперед с точки зрения истории, сценария, масштаба и скейла проекта. Это действительно очень большой и индустриально очень важный фильм, который мы сейчас снимаем. И мы им гордимся. И тот результат, который мы сейчас уже видим, того материала, который на данный момент уже снят, позволяет нам быть уверенным, что это очень большое, хорошее и качественное кино. Как изменился образ Санкт-Петербурга? Прошел год после истории Чумного Доктора, и мы видим изменения в городе, прям какие-то существа. Город такой же главный герой в фильме, как и Гром, и Пчелкин, и все остальное. И он тоже меняется. У него есть арки, у него есть настроение, у него есть жители, которые рефлексируют. Поэтому, да, визуально тоже меняется. Также нам удалось узнать, почему комика Чебаткова пришлось побрить на лысо ради роли в «Майоре Громе» и о других деталях грима персонажей. Образ Чебаткова, конечно, долго вокруг этого бродили все дружно. В какой-то момент он сам все-таки согласил. Ну, не было другого выхода, да, потому что был создан определенный образ, и там только лысая голова нам подходила. Ну, и сам потом остался доволен. В чем заключается сложность создания образа? Скорее, сложность в том заключается в объеме, потому что у нас, как оказалось, в итоге мы почитали практически каждый персонаж у нас в парике. В парике, в бороде, в усах, с пластикой. Их много, и они все в кадре. И это просто большое количество времени занимает в этом объеме. А так, наоборот, нам нравится, нам интересно. Сильно ли меняются персонажи из комиксов? Вот-то у нас есть, это персонаж из комиксов. Вот, и мы, в принципе, опираемся на этих персонажей, которые уже есть. И все очень любят. И мы не можем их кардинально менять. Мы можем выносить какие-то изменения свои, чуть-чуть модернизировать, но не менять. Ну и в конце послушаем главного постановщика трюков и каскадера фильма. Как разрабатываются боевые сцены? Сначала мы придумываем сцену, да. Потом я обычно стараюсь сразу взять актеров, познакомиться с ними и понять, что им свойственно. По пластике, какая драка может быть, куда нужно направлять свое внимание. После этого мы берем наших каскадеров и просто ставим драку под наших актеров, которых мы знаем. Все, уже когда утверждается все это у режиссеров, у операторов, у локейшена, невероятная цепочка всего этого. После этого мы уже берем актеров на готовую драку и просто интегрируем их детально. Типа здесь вот ты повернулся, махнул рукой. Используют ли 3D модели персонажей в сложных сценах? Пока что мы все делаем вживую, по-настоящему. Хотя трюки действительно опасные, которые, наверное, на Западе применялись бы в CG и рисовали бы ребят. Как снималась масштабная драка в крестах? Мы сделали самый сложный вариант для нас, для каскадеров. Это были очень четкие, вылизанные кадры. Мы не могли делать грязь камерой, камера нам не могла помогать. Это были полностью проставленные кадры. Все знали, что делают. Вплоть до, не знаю, седьмого ряда там в массовке ребята, которые стоят за решеткой. В фильме «Майор Кром и Грасс» создатели обещают в разы увеличить масштабность происходящего. Меня шокировал, во-первых, размах этого всего мероприятия. Это вообще довольно сложно, охватить технически. И вот этот такой замах гигантский, он шокирует. Вау. Я буду частью этого, это прям круто. Лично я с нетерпением жду выход сиквела. И надеюсь, что вы тоже. На этом у меня все. Пока.